Всем огромный привет! Это будет видео для меня очень долгожданное. Я думаю, вы уже поняли и догадываетесь, почему. По названию видео вы уже понимаете, что это будет распаковка товаров с Алиэкспресс. Почему долгожданное видео? Потому что я несколько месяцев собирала эти посылки, ко мне потихонечку они приходили, и я их откладывала для того, чтобы сегодня вместе с вами их открыть и посмотреть первое впечатление. Давайте не будем долго болтать, приступим к распаковке. Товаров достаточно много. Есть товары, которые я очень давно ждала, и, честно сказать, мне очень тяжело было, конечно, это все хранить так долго, но мне очень хотелось снять именно распаковку. Буду первое брать, что попадается мне под руку, потому что могу сказать откровенно и честно, я половина из того, что здесь лежит, даже забыла, что я заказывала. Вот, давайте приступим к первому товару. Так. Все приходит вот в такой вот обертке. И это распылитель. Распылитель я специально взяла для полива цветов. Увидела я в инстаграме у кого-то. Это, кстати, пластик, но он очень красиво смотрится, и кажется, что это стекло. Отзывы у него хорошие. Это тоже все пластик. Но видите, как красиво сделано? Будто бы это такое железное, такой металл, да, и вот это как будто стеклянная колба. Цветов у меня много, и я как раз таки хочу именно вот цветочки опрыскивать. Вот, например, даже этот цисус. Все очень хорошо работает. Я так думаю, что здесь можно регулировать, наверное. Но это будем по прошествии времени смотреть. А может быть и нельзя. Но отзывы действительно хорошие. В разных цветах есть. Я взяла себе вот такой вот бирюзовый красивый. Так, вроде здесь все отлично. Ничего не полопалось. Дошло хорошо. В принципе, по доставке тоже, помню, не так долго шло все. Так что первый товар меня уже порадовал. Кстати, сейчас в этом же видео вам просто сразу хочу показать вот этот диффузор, который я брала в Экспрессе. У меня, в принципе, он устраивает, но мне немножко не нравится, что он протекает. То есть вот когда начинаешь очень сильно и много раз нажимать, то вот здесь начинается где-то подтекать и капает все на пол. Вот поэтому я заказала себе новый. И, конечно, он смотрится в разы круче. Дальше. Какая-то маленькая посылка совсем. Вот я говорю, честно скажу, уже половина не помню, что я заказывала здесь. Ага, это чехол. Это чехол для телефона. Кстати, чехол пришел быстро. Так, пакетики. Купала одна из посылок. Здесь вот такой вот поролончик. И вот такой вот чехол. Взяла самый-самый обычный. В розовом цвете, с чашкой кофе. И здесь даже похоже теперь косичкой темный волос, как у меня. На мой телефон, я думаю, отлично подойдет. Но не буду сейчас мерить, занимать ваше время в кадре. Дальше. Другая посылка. Здесь у меня даже есть нижнее белье, которое я тоже, опять-таки, уже забыла. Что это? А! Правда, забыла, что я заказывала. В общем, вот такой вот лиф. Естественно, себе белье я показывать не буду. Вот в таком вот исполнении. Тут абсолютно нет никаких чашечек. То есть он очень простой и обычный. Вот такой вот. Ну, померяю, когда вам напишу вот здесь вот видео, как оно село. Ну, здесь есть везде лямочки, все регулируются. Что вот эти вот на плечиках, также на спинке тоже есть три крючочка. Я думаю, что по объему он подойдет, потому что резинка достаточно эластичная, мягенькая. Я думаю, что он будет смотреться неплохо. Так, вот такой вот первый бюстик. Я помню, что здесь несколько должно быть. Давайте следующий посмотрим. Посмотрите. Да, это точно такой же, только в белом цвете. Я заказывала два. Угу. Да. Точно такой же, только в белом цвете. Кстати, выполнено хорошо. Мне нравится кружево. Он очень мягкий за счет вот этого подклада. Очень прям такой нежный. Мягенький. Буду мерить, все посмотрю, как будет сидеть. Опять же, очень удобная эластичная резиночка. Не туго будет сидеть, то есть можно регулировать. У меня пишет горли. Продолжим. Так что, второй топик. Ну, не топик, это лиф. Ну что, откроем следующую посылку. На самом деле, здесь большие, маленькие. Я тоже не помню, что я заказывала. Так, здесь что-то такое плотненькое. Это уже лежит почти месяц, если не два. Смотрите, упаковано все вот в такой вот пупырчатой упаковке. Причем, кстати, упаковка очень хорошо так удобненько открывается. И это палетка теней. Я ее так ждала долго, что я забыла, что она ко мне уже пришла. Все упаковано. Все заклеено. Давайте я сейчас вместе с вами ее открою. И, конечно, уже поближе, более крупным планом, я вам покажу, как это все смотрится. Боже, как оно красиво сделано. Слушайте. Потрясающе. Смотрите. Ничего не помято. Все пришло в идеальном состоянии. Так, надо открыть. Открываем коробочку. Тут еще коробочка. И вот она, палеточка. Так. Открываем. Я надеюсь, что там будет все цело. Тут есть также защитная пленочка. Кстати, смотрите, зеркало тоже закрыто пленочкой. Вот, видите? Все потрясающе упаковано. И вот они оттенки. Обалдеть. Какая она красивая. Тут есть матовые, тут есть шиммерные, тут есть блестки. И покажу как-нибудь уже в дальнейшем. Мы сделаем с ней макияж. Это, кстати, палетка марки Focalure. И этой же марки у меня есть пигмент для глаз. Я тоже заказывала его на Алиэкспресс. Он шикарного качества. Он вообще прям долгоиграющий. Я не знаю, когда он закончится у меня. И эта палетка теней тоже от Focalure. Вообще, вот эта марка на Алиэкспресс пользуется, я думаю, что неплохим спросом. Я знаю, что очень многие покупают косметику именно для этой марки. Также у меня есть матовая помада тоже Focalure. И палеточка называется Sunrise. В общем, девочки, что хочу сказать. Шикарная. Она идет на магните. Магнитная коробочка. Несмотря на то, что она сама картоновая. Но выполнена она очень хорошо. Плотный картон. И вот здесь вот есть отдельный, видите, такой квадратик. Это база. Она заклеенная. База именно под вот эти вот сыпучие блестки. В общем, еще раз говорю, что я сделаю вам как-нибудь видео отдельно с макияжем из этой палетки. И мы с вами все хорошенечко протестируем. Давайте дальше пойдем к распаковке. Еще одно белье. Тут пакетик. Найдем застежки. Это комплект. Вот такие вот трусики. Мне, кстати, очень захотелось чего-то такого легкого, простого, хлопкового. Вот такие вот трусики. И вот такой вот топик. Так, на топике нету никаких регуляторов для мочек. То есть здесь просто такие вот резиночки. Внутри есть чашечки, но, да, их можно вытащить. Видите, все. Все можно спокойно вытащить. Если вам неудобно с чашечками или маловато, можно чашечки убрать, эти пролоновые вставки, и будет вот такой вот топичек. Можно как спортивный такой, да, его рассматривать. Он просто мне понравился тем, что он удобный. Вот по отзывам он очень удобный, красиво смотрится и хлопковый. Потому что, честно сказать, вся эта синтетика уже надоела. Дальше. Опять же, кстати, вот у этого комплекта очень много было отзывов и очень большой выбор расцветки. Посмотрите, я обязательно, конечно, уже все ссылки вам оставлю внизу в инфобоксе. Если вас что-то заинтересует... Следующий комплект белья. Просто обычный твердый пакет. Ну, вот это вот по качеству, честно сказать, мне уже не нравится, потому что это синтетика. Но мне понравилось, как это смотрится на фотографиях, по отзывам. Здесь трусики. Никакие не стринги. Попочка везде будет закрыта. И здесь вот такой вот лифт-топ. Тоже без чашечек никаких нет. То есть, вставочек, ничего. Ну, по оформлению... Ну, как вам сказать? Ну, есть, конечно, ниточки. Но это за счет материала, видите? Тут синтетика, поэтому все как бы в таком... Давайте я вам в видео буду говорить размер, который я заказывала. А уже потом при монтаже я вам подпишу, подошло мне или не подошло. Именно по размеру. Так, вот этот вот набор у меня размер S. Ну, вот по качеству исполнения, конечно, здесь не очень так все красиво. Здесь очень много торчащих ниток. Но, опять же, я расстроена, что это синтетика. Не знаю, как это все будет сидеть. Померю и вам напишу. А вот этот вот комплект у меня размер F. Ну, вот на трусиках здесь такая идет нумерация. Вот размер F. Опять же, вам уже все подпишу, подошло или не подошло. Продолжаем дальше распаковывать посылку. Это вот такая вот, как это сказать, магнитная застежка, как правильно назвать. Я взяла это для штор. И, опять же, брала по отзывам. Отзывы просто шикарные на вот эти вот штучки. Это магнитный... Кстати, магнит очень крепкий. Я думаю, что вам даже слышно, как это все щелкает. Выполнено шикарно. Даже ниточек никаких нету. Красивый здесь такой вот жгутик. Если вдруг у вас, допустим, шторы не объемные, а такие тоненькие, можно вот так вот в два раза будет обогнуть и закрепить. Можно использовать для закрепления шторки в ванной. Можно прикрепить также где-то в комнатах, да, шторы собрать. В общем, у меня еще должна быть вторая штучка где-то здесь. Ну, они прям такие массивные. Я думаю, будет поменьше, но нет, красивые. И, опять же, очень много заказов, очень много отзывов. Вообще, когда я делаю тот или иной заказ на Алиэкспресс, я всегда смотрю отзывы и смотрю, сколько продаж. Если продаж очень мало и практически нет ни фотографий, ни отзывов, я как-то обхожу такие товары, стараюсь не заказывать. Но если я вижу какой-то товар и продаж, там, 2000, и очень много фото и отзывов, то, понятное дело, что это, скорее всего, очень хороший продавец и хороший товар. Поэтому, если вам нужны вот такие вот застежечки, боже мой, я забыла, как это называется, то присмотритесь. Буду их использовать дома. Ещё, правда, не определилась, где. Вот, кстати, мне кажется, вот здесь вот вторая, потому что они мне пришли почему-то в двух разных посылках. То ли я не помню, то ли я заказывала у разных продавцов. Вот сейчас не могу сказать. Так, это уже пришло вот в другом пакетике. По-моему, да, по-моему, я заказывала у двух разных продавцов, потому что, когда смотришь какой-то товар, там ещё потом рекомендуемый выходит снизу. И, наверное, я поэтому так и сделала. Я специально взяла две разные у двух разных продавцов, чтобы посмотреть качество. И я уже вижу, что они абсолютно разные. Они по цветам немножко различаются. То есть, одна кипельно-белая, вот первая, которую мы открыли, вот эта вот уже более с таким молочным подтоном. Не знаю, будет ли вам здесь видно на камере или нет. И по качеству исполнения, вот на второй, который я сейчас открыла, немножко виден клей. Но если учесть, что это будет внутри, то ничего страшного. Магнит здесь такой же хороший. Сейчас подлиннее посмотрю. Нет, длина такая же. Тоже есть разные расцветки. Но здесь, кстати, нить совсем другая. Здесь более тонкая, и она как такая атласная. А вот эта более толстая нить. Вот здесь вот, я думаю, что вам будет видно. В общем, если решитесь брать, то берите у одного продавца, чтобы не было разницы. Ну, я думаю, что издалека это не очень будет видно. И бросаться в глаза. А так вообще, конечно, хороший клей. Мне нравится. Подхваты. Я вспомнила, как они называются. Подхваты. Подхваты для штор. В общем, либо здесь в спальне буду использовать, либо одну могу использовать в ванной комнате. Убирать занавеску, чтобы она у нас не мешалась. Ну что, давайте открывать дальше. Ремень. Также продавец положил вот такой вот маленький подарок в виде значка. Ну, вроде мелочи приятные, отдам детям, пусть играет. Так, ремень. Вот в таком вот пакете. Так, ну, пока по качеству я не могу ничего сказать плохого. Вроде неплохой. Я не брала ремень с дырочками. Я взяла специально вот такой вот, чтобы можно было легко регулировать под свои размеры. Чем-то похож на замшевый. И вот так. Можно в джинсы, можно на платье сверху куда-то, да? На костюмы какие-то вязаные. Такие, знаете, есть платья длинные, трикотажные. Вот я думаю, что тоже будет хорошо смотреться. Туго, кстати, хорошо затягивает, крепко держит. И давайте по качеству вам покажу сам ремешок. Неплохой. Буду носить. Со временем, может быть, если будет интересно, вам потом расскажу, как это все будет в носке. Так. Так. Это пришли брюки, которые я заказывала на осень. А осень почти прошла. Но ничего страшного. Так. Размер S. Говорю сразу. Вот такие вот бежевые. Это не спортивные брюки. Сейчас столько названий, джокеры, мокеры, столько названий новых появилось в одежде, что я, честно сказать, просто не успеваю за этим отслеживать. И сзади, кстати, смотрите, у них вот такие вот имеются пуговки. И очень интересный такой, видите, захват. Я не помню, видел я это или нет. Очень приятный материал. Скользящий, но не скрипучий, мягкий. Так, если здесь есть состав, я вам его скажу. Но состава нет. Просто размер S. Состава нет. Опять же, брючки я вам померяю. В видео вставлю вставочку. Но я думаю, что по размеру они мне должны хорошо подойти. В любом случае, вот эти пуговки, это декоративный элемент. Потому что здесь, конечно же, все прострочено. Да. Это как декоративный элемент. И я думаю, что сейчас можно с легкостью их будет убрать, если они не нужны. Потому что все-таки, не знаю, будет сейчас уместно с ними ходить или нет. Ну, в общем, ладно, посмотрю. Резинка крепкая, но не тугая. Поэтому я думаю, что даже на меня они подойти. В общем, не будем долго думать. Я вам все покажу в видео. Размер S. Да, кстати, продавец положил вот такую вот красивую резиночку в виде подарка. Опять же, мелочь, но приятно. Так, у меня осталось три посылки. Я знаю, что здесь, я помню. Это должна быть либо водолазка, либо легкий джемпер. Как раз сейчас на осень. Да. Водолазки я очень люблю. Прям очень люблю. Какая она плотная. Ух ты. Сейчас я посмотрю размер. Потому что я уже, честно сказать, я не помню, какой размер я заказывала. У меня 26. Ух. Вроде есть здесь состав, но я думаю, что состав вам проще будет посмотреть на сайте. В общем, у меня рост 160. И размер написано 64. А, я не знаю, как это правильно там смотрится. Бежевая, красивая. Она, кстати, мне кажется, будет немножко великовата в рукаве, потому что рукав длинный. Хотя сама она не длинная, видите, укороченная. Ну, померяем, посмотрим. Пока я записываю видео, на улице пошел дождь, поэтому немножко, может, бы порабанить здесь нам на фоне. В общем, эта водолазка, она, по идее, должна сидеть, так знаете, оверсайз, то есть более просторно, как-то более свободно. Она не в облипку, не в обтяжку. Мне, в принципе, так и хотелось. То есть ее можно будет заправить, можно выправить. Ну, а если рукава будут длинные, не проблема, их подвернуть, подкатать, мне как бы тоже так нравится. Но мне очень нравится, что она плотная, и что это практически, я не ощущаю тут синтетики. Может быть, она какая-то доля тут и есть, но такая очень плотная, очень приятная ткань. Так, кстати, пока у меня тут заряжалась камера, она тут села, я уже одела чехол на телефончик. И он, кстати, очень неплохо сел. Очень хорошо. И очень, кстати, приятно именно по ощущениям. Я не знаю, насколько долго будет держаться вот эта наклейка, потому что вот сейчас я провожу, она такая немножко шершавая, как будто бы сверху, как термонаклейка, что ли. Но мне нравится. То есть вроде как ничего лишнего, но и рисунок какой-то есть. Так, давайте, ладно, перейдем дальше. Две посылки осталось. Так, вот это самая пыльная посылка, поэтому я сейчас пакет вот этот сверху сниму. И уже покажу вам, что внутри. Вы, кстати, как посылки любите? Ножницами открывать или все рвать руками, как я? Я взяла ножницы, но я понимаю, что я их брать не буду. Так, это ботиночки. Ох, как мне все вовремя приходит. Я вот эти ботинки заказывала, это я вот вам точно говорю, потому что я это прекрасно помню, еще летом, еще летом. Но вот эти ботинки мне шли очень долго. Я заказывала две пары. Одни, кстати, я еще успела заказать весной. Я в них даже уже очень долго и много ходила. И если вам будет интересно видео о товарах с Алиэкспресс, которые я заказывала ранее, которыми я уже пользуюсь, которые у меня уже в ходу по полной программе, и вам интересно будет посмотреть, что это за товары, я вам сниму отдельно видео. Просто сейчас я хотела показать вам конкретно распаковку тех товаров, которые мне пришли вот за последние там пару месяцев. И так вот, предыдущая пара ботинок, которая мне пришла, они пришли, наверное, за неделю, да, за неделю и то курьером даже, курьером домой. А вот эти ботинки шли что-то около месяца. Я уже спор даже хотела открыть. Но в итоге, конечно, дошли для меня. И сейчас осенью я в них буду щекарять. В общем, опять же, такая упаковка. Мне нравится вот эта упаковка, знаете, тем, что реально ничего не мнется, ничего не портится, не деформируется в ней. Очень удобная такая подушка. Итак, ботинки. Что-то, блин, мне кажется, что они какие-то огромные мне будут. Это размер 37, но мне кажется, что они прям очень большие. У них лакированный носик, но это больше не лакированный, а что-то такое под резину сделано. Также пяточка, а вот здесь вот уже просто тоненькая такая кожица. Кожица. Тоненькая кожа и шнуровка. Причем, кстати, это нифига не демисезон. Ну вот прям демисезон в нашем понятии, да, с какой-то там подкладкой, с каким-то утеплителем или флисом. То есть здесь прям вот совсем-совсем все тоненько, видите? Очень-очень тоненькая. Мне понравилось тем, что именно носик и пяточка вот в таком вот виде. Вся грязь, вся влага, дождь, если на улице ничего не будет, так скажем, грязнить, наш носочек и пятку, все будет легко отходить и истекать, как с гуся вода. Так, подошва. Подошва. Это что, конопля или, мне кажется? Листи конопли. Ну, вы знаете, по исполнению ничего не могу сказать. Клея я нигде не вижу. Все очень аккуратненько, все очень добротненько выполнено, никаких царапин. Тут шнуровка, кстати, резинка. Мне это тоже нравится. Так, ну, в принципе, буду мерить. Буду мерить, потому что сейчас не могу понять, большие они мне или нет. Что я всегда, на что я всегда обращаю внимание, это вот здесь вот на этот подъем. Потому что бывает обувь, вроде как все в ней отлично, все прекрасно, но вот эта часть бывает очень высокая, и когда начинаешь ходить, здесь получается такой не очень красивый залом выходит. Поэтому в этом моменте я, конечно, вот не знаю, как это все будет здесь на носочке. Но так смотрятся очень аккуратненько ботиночки. Можно будут заправлять вниз зауженные узкие брюки, джинсы, либо под лосином можно также будет одевать. Не знаю, как там под платье, под юбку. В общем, тоже все вам померяю и покажу. Ну и последняя посылка, которую я очень-очень хотела. Я, конечно, немножко неправильно, может быть, сделала, что долго так взяла, пока мне все посылки придут, потому что этим я уже могла бы давно воспользоваться. Но так как это распаковка, естественно, эта посылка тоже здесь. Вот эта посылка пришла тоже быстро, очень, и тоже курьером домой. Это фитнес-резинки. Выбирала по отзывам, потому что много тоже есть. На Алиэкспрессе фитнес-резинок. Вот они. Тут целый набор. Так, сейчас, секунду. То есть, смотрите, в пакетике и еще каждая резинка отдельно в пакете. Этот набор можно выбирать по своему усмотрению. Я взяла 4 резинки в наборе разной, господи, как это, разного сопротивления. Есть другие наборы, то есть, там можно и 5 резинок взять, и 3 резинки взять. То есть, на то, на ваше усмотрение, сколько конкретно вам нужно резинок, какими вы будете заниматься. Я взяла 4. По отзывам, были хорошие резинки. Опять же, много было продаж. Вот такие вот. Ух! Теперь я, наконец-то, могу заниматься с резинками. Буду делать упражнения. Так, зеленая, в принципе, такая, ну, достаточно тугая. Сейчас мы синюю пробуем. Так, синяя. Да, синяя уже полегче. Ее можно уже использовать даже, наверное, на ноги. И, кстати... Кстати, когда вы выбираете фитнес-резинки, обязательно читайте отзывы, потому что бывает так, что приходят резинки, и где-то там неделю-две максимум попользуются, и они лопутся, рвутся. Это очень обидно, поэтому обязательно почитайте отзывы прежде, чем делает заказ. Так, красная резинка. Красная резинка еще легче растягивается. С этой тоже будет удобно делать именно упражнения на ноги. И черная. По-моему, черная должна быть самая тугая. Да. Да, она более плотная. И она, я думаю, что только, наверное, на руки. Потому что ноги, ну, не знаю, будет тяжеловато. Все, все, дорогие мои ребятки. На этом распаковка наших товаров с Алиэкспресс наконец-то закончилась. Я буду очень рада, если вам понравилось это видео. Уж не обижайтесь, если получилось так долго. Вам все показала, все распаковала. С удовольствием всем буду пользоваться. Все, что вас интересует, все ссылочки будут в инфобоксе. Поэтому открывайте стрелочку и в описании найдете ссылки на все товары, которые я вам сегодня показала. Пишите, что вы любите заказывать на Алиэкспресс. Какие ваши самые любимые товары, которыми вы чаще всего заказываете. Какие бывали у вас промахи. Чего вы вообще крайне не советуете брать на Алиэкспресс. В общем, знаете, Алиэкспресс это такая просто тоннель, куда засасывает черная дыра. И оттуда иногда крайне тяжело выйти, ничего не заказав и не положив в корзину. Большое спасибо вам за просмотр. Я буду очень рада, если вам это видео понравилось. Всех вас благодарю. До встречи уже в новых видео совсем скоро. Всех вас люблю и целую. Всем пока. Подписывайтесь в инстаграм. Все ссылочки тоже в описании. Так, у нас небольшое отступление. Я только что протестировала свои новые ботинки. Я сходила в них за Матвеем, забрала ребенка из сада. На улице идет дождь, на улице лужи, сыро и немножко грязно. Я пришла с абсолютно сухими ногами. То есть ботинки нигде не протекают. Идеально сделанные, то есть склеенные. Они отлично. Я заранее извиняюсь, что мне приходится тыкать вам в камеру грязными ботинками. Но это один единственный показатель, что я сходила по улице и в каком состоянии они выглядят. Ботиночка походила. Очень комфортная колодка. Реально очень удобная. Я, пожалуй, их уберу уже из кадра. Колодка очень удобная. Нигде не натирают. У меня 37 размер ноги. Эти ботинки 37 размера. И у меня они не впритык. У меня есть небольшой запас. То есть сейчас я ходила в хлопковых тоненьких носочках. Не в лайкровых. То есть не будете именно в хлопковых. Но я могу спокойно одеть еще какой-нибудь поплотнее носок. Типа флисового. И у меня также будет комфортно себя нога чувствовать. И будет чуть-чуть поплотнее внутри. Вот эта верхняя подушка, о которой я говорила, может образовываться и быть такая вмятина. Ее нет. То есть именно действительно сама модель этого ботинка сделана очень удобно, очень комфортно. То есть колодка и сама модель очень удачная. Действительно. Реально мне понравились ботинки. Буду в них дальше с удовольствием ходить. Их дальше тестировать. Я думаю, что один сезон они точно 100% выдержат. Дай бог, если два сезона, то вообще будет шикарно. Так как у меня ботинок много, то я думаю, что я их не буду, конечно же, каждый день носить, затаскивать. Но ходить в них до зимы и потом также весной спокойно буду. И мне они действительно очень понравились. Так что ссылки все внизу. Проходите и заказывайте, если вам они тоже понравились.